Признать Полюгу Дмитрия Сергеевича виновным в совершении административного права нарушения предусмотрен частью 1. Это оглашение о решении суда в Санкт-Петербурге по делу о дискредитации действующей власти Российской Федерации. Обвиняемый депутат Смольнинского муниципального округа Санкт-Петербурга Дмитрий Полюга, который вместе с коллегами 7 сентября направил обращение в Госдуму призывом выдвинуть обвинение президенту России Владимиру Путину в государственной измене и огласить ему импичмент. За это обращение суда штрафовал Полюгу на 47 тысяч рублей, его коллегу Никиту Юферева на 46 тысяч, а депутатский совет округа признал бездействующим и подлежащим распуску. Сейчас главная цель у местных региональных наших властей показать, что депутаты наказаны, что это просто так без внимания не осталось с одной стороны. С другой стороны, что их цель также не дать этому всему дополнительный оглас. Питерские депутаты намерены обжаловать судебное решение, а более 60 их коллег 13 сентября подписали аналогичное заявление с требованием отставки Владимира Путина. Большинство подписавшихся – муниципальные депутаты округов Москвы и Санкт-Петербурга, но также есть депутаты округов Якутска, Томска и Воронежа. Таганский районный суд Москвы 13 сентября оштрафовал новую газету на 400 тысяч рублей, признав издание виновным в дискредитации российской армии. А 5 сентября главный редактор новой газеты Дмитрий Муратов находился в Басманном райсуде Москвы, который признал лицензию печатной версии новой газеты недействительной. 15 сентября Верховный суд России вынес решение лишить лицензии СМИ и сайт новой газеты. Журналистов фактически лишили права на работу, но те собираются обжаловать эти решения и бороться дальше. Вставать в позу и говорить «нет, теперь вообще ничего пускать здесь не будем» – это неправильно, потому что здесь живут люди, которые по силу разных причин как-то не могут уехать за границу, внятно выставить свою позицию, и укора в этом нет никакого. Но эти люди должны иметь доступ к СМИ. Это наша функция, наша работа. Мы все эти пути пройдем до конца, безусловно. Мы хотим оставаться в легальном поле. Какого будет результата, нам приблизительно тоже понятно. Я вообще-то думаю, что приговор, что называется, уже написан, просто не оглашен. Тверской районный суд Москвы 14 сентября арестовал политика Леонида Гозмана на 15 суток из-за поста в «Живом журнале», который он выложил в 2013 году, где говорится, что СМЕРШ – не лучше СС. Это уже второй раз за последние 30 дней Гозмана отправляют под административный арест. Перед этим он уже отсидел 15 суток за аналогичный текст, который автор опубликовал у себя в Фейсбуке. «Гитлер – абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС-преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих», – говорилось в публикации, ставшей поводом для первого задержания. Свою вину Гозман не признает и называет дело заказным. Я думаю, что все связано с тем, что какие-то люди, которые давали заказ, не успели за первые 15 суток подготовить уголовное обвинение серьезное. Поэтому они решили меня посадить еще на 15 суток, чтобы у этих товарищей было время. Задержанием в Москве, Петербурге и других крупных городах России публичных людей оппозиционер Андрей Сидельников называет показательными действиями власти. Цель – запугать обычных граждан России не только в центральных городах, а и в глубинке. За полгода войны России в Украине число арестованных россиян превысило 16 тысяч. Это огромное количество, говорит Сидельников. И прогнозируют, протестное движение будет расти и дальше за счет партизанов России. Мы каждый день видим те или иные события. Они еще, естественно, такого небольшого масштаба. Но они проходят по всей стране. Что очень важно, что это нет ни единого центра у этого партизанского движения, нет никаких руководителей. Это люди, которые, в общем-то, приняли для себя решение, что легальным методом бороться невозможно. И мы прекрасно понимаем, по каким условиям это все происходит. И делают все, что могут, чтобы каким-то образом затормозить вот эту военную фашистскую машину, которую Путин, в общем-то, ну вот сейчас переводит всю страну на эти военные рейсы. Согласно данным Радио Свобода в таких отдаленных регионах Федерации, как Сибирь и Дальний Восток, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в суды поступило более тысячи административных протоколов в отношении протестующих. Общая сумма назначенных штрафов за антивоенную позицию составила более 19 миллионов рублей. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин для телеканала Freedom.